В Наринмаре открылся первый многопрофильный медицинский центр «Санавита». Бизнес-проект по открытию медцентра получил окружную финансовую поддержку в рамках конкурса грантов для начинающих предпринимателей в мае этого года. Основали частный медцентр два врача Ненецкой окружной больницы. Виталий Моисеев является врачом-психиатром, его коллега Анатолий Горелик – врач-психиатр-нарколог. На создание центра ушло более года и более 35 миллионов рублей. Размер окружного гранта составил 1 миллион рублей. На него нам удалось, во-первых, закупить оргтехнику, во-вторых, мы сейчас интегрируем медицинскую информационную систему, которая позволит нам значительно упростить документы обороты, желательно полностью практически перевести в электронный вид. И мы ждем еще один аппарат, соответственно, из-за границы, который позволяет нам смотреть на вены, так сказать, с помощью инфракрасного, да, инфракрасные датчики там стоят, если не ошибаюсь. Поэтому помощь была очень большая, в том числе организационно-правовая. Центр будет оказывать полный спектр услуг по проведению осмотров врачами широкого круга специальностей. Так в клинике будут вести приемы гинеколог, дерматолог, кардиолог, врачи ультразвуковой диагностики, эндокринолог, офтальмолог, терапевт, невролог, психиатр, нарколог, психотерапевт, стоматолог, педиатр. Порядка 20 специалистов из Наринмара и других регионов. Появление первого центра у нас в округе, частного центра, по оказанию врачебных услуг, говорит, прежде всего, о том, что должно увеличиваться качество оказанных услуг. Потому что появляется конкуренция, появляется возможность выбора, а самое главное, чтобы у людей была возможность выбора. И человек тогда сам определится, где ему лучше получить ту либо иную помощь. Замечательные внешние условия, лучшие врачи, собранные, которые имеют отличную компетенцию. И современное оборудование позволяет на этом этапе сказать, что действительно будет оказано очень качественное условие. Кроме того, в медицинском центре жители Ненецкого округа смогут пройти лабораторную диагностику и вакцинацию, оформить больничный лист. Планируется и обслуживание пациентов по ОМС. По словам главного финансиста округа Татьяны Лагбиненко, оценить оправданность инвестиций в этот проект можно будет только спустя некоторое время. Я думаю, народ оценит со временем. И мы можем понять только по тому, как пойдет сюда поток, и действительно оценит качество и необходимость данного центра. В перспективе планируется открыть кабинет неотложной помощи с возможностью вызова врача на дом и дневной стационар.